В 2019 году Думе городского округа «Город Бой» исполнилось 25 лет. Этому событию будет посвящен цикл передач с интервью народных избранников, в которых они расскажут о работе Думы и о том, что значит для них быть депутатом. Действующая Дума созвана уже в шестой раз. В 1994 году, когда к работе приступил первый созыв, заговорили о возрождении парламентаризма. Вернее, было бы сказать об изменении управленческой структуры и на местах в том числе. В действующей сегодня Думе есть опытные депутаты. Один из них – заместитель председателя представительного органа Юрий Иванов. Юрию Борисовичу есть с чем сравнивать нынешнюю депутатскую деятельность. Ведь за плечами огромный опыт работы в Совете народных депутатов в советское время. Почему-то сейчас говорят, что это период становления. Но это же было. Это восстановление, возможно. 25 лет назад это как бы восстановленная система самоуправления. Она была прекрасно работала и в советское время, только называлась по-другому, и немножко другие были, как бы эта структура другая. Совет народных депутатов. Единственное, что было не 15 депутатов, а 100 депутатов. Это в городе было? В городе, да. Ну и плюс 14 чистых барахтов. Тогда чистые бары входили в состав города в то время. Поэтому, если говорить о близости к народу, то тогда гораздо ближе были, потому что их было 100, они же были, как говорится, из разных групп. Из предприятий масса была, значит, из домовых комитетов. То есть тогда как бы депутаты были ближе к людям. А выборы также, ну тогда было раз в три года, это выбиралось. Также выборная кампания. Ну тогда мэра не выбирали, мэр не назывался мэром, а был председателем исполкома, исполнительного комитета. И он назначался по существу. После того, как я завершил свой, как бы, трудовой, уже основной путь, поскольку это тоже срок, 44 года, как-никак это проработал. Вот. И вернувшись, ну последние пять лет я в Москве работал, и вернувшись сюда, ну почувствовал, что как-то многое изменилось и начало меняться в городе. Вот. И тогда, когда мне тут один из наших, ну один из известных в городе людей предложил поучаствовать в выборной кампании, я решил, думаю, ну а почему бы не думать? Все-таки какой-то опыт есть, есть жизненный опыт. Ну и хотелось бы участвовать вот в этом, как бы, пути развития. Все-таки я чувствовал, что есть определенные, как бы, позитивные моменты. Вот. И, в общем, решил попробовать. Ну и вот, счастье, люди поддержали. Разница, ну я бы не сказал колоссальная, но разница есть, конечно. Разница есть в том, что, ну и в составе вот этого депутатского корпуса в то время депутатами были, ну как правило, и руководители предприятий всех, причем таких крупных в то время, было же побольше предприятий. Ну и как бы всегда были, присутствовали, я несколько созывов там, ну 11 лет и несколько раз избирался депутатом. Вот. Всегда были в том составе всегда Виктор Алексеевич Чумаевский, значит, это был такой, это, Влад Духна, Торгий Георгиевич, значит, как правило, начальник отделения, значит, начальник депо, там, дистанции пути Валерий Васильевич Капин, значит, такие передовые рабочие, вот, причем, почему-то тогда было принято, почему, Совет народных депутатов, то есть, было принято из массы людей, вот, да, там, швеи или швеи, там, значит, слесари, там, значит, вагон на депо, локомотив на депо, значит, вот из этой массы людей выбиралось лучше, и, ну, кстати сказать, такие люди принципиально, как правило, они же не боялись ничего, прям в лоб вопрос зададут, такой, что хоть-хоть стой, хоть падай, вот, и тем не менее, вот это, значит, многие вопросы решались, то есть, вельховик Тамара Васильевна, она, ну, такая женщина принципиально была, но она, как бы, у нас всегда старейшина была, тогда, кстати, принято было, открывала сессию, ну, называлась сессия Совета народных депутатов, тогда открывала старейшина, вот, Тамара Васильевна открывала эту сессию, значит, это вот так торжественно происходило, ну, 100 человек, да, плюс еще приглашенные, то есть, это был полный зал людей, вот, в горковой парке, на втором, в здании горковой парки бывшего, второй этаж, это там большой такой зал, актовый, и это практически полный зал, собирался людей, и это проходило довольно долго, там, 4-6 часов проходило, поскольку, ну, такая масса людей, всех хотели свои вопросы и задать, и послушать, и ответы, поэтому так активно проходило эти мероприятия, значит, ну, как бы не шаблонно, то есть, там все время можно было ожидать разных вариантов и вопросов, и ответов, вот, здесь немножко разница в этом есть. Я думаю, что молодые все-таки, они, ну, особенно в это время, они смотрят немножко по-другому, чем, допустим, люди, ну, из того, из прошлого, к которому я отношусь, потому что мне все время приходится сравнивать с тем, что было и то, что есть, это не всегда положительно, так сказать, все, а те, кто помоложе, они, может, тот период еще недалеко не застали, поскольку были слишком молоды в те, тот период, ну, 80-е годы, я имею в виду, поэтому они сегодня смотрят так, как это вот сегодня это требуется, значит, новые взгляды, требования новые, сегодня эти люди побывали не только у нас в стране, многие за рубежом побывали, видят, как там жизнь устроена, и они, в общем-то, хотят привнести вот это что-то новизну в работу и ДУМ, и в работу, значит, городского хозяйства, так что мне кажется, что вообще-то дело за молодыми. А с очень трудными людьми. Ну да, и жертвуют своим временем, и каким-то интересами даже семьи, поскольку вот, ну, как правило, семейные люди у нас, хотя и молодой состав, ну, молодой как, относительно, допустим, моего возраста, конечно, это очень молодой, хотя я начинал в то время, тоже мне было 30 лет, когда пришел в эти представительные органы, 30 лет, значит, сегодня тоже молодой состав относительно, но причем многие уже, ну, почти половина, это уже второй и даже некоторые третий созывы работают, и мне кажется, что движет, ну, естественно, никакие корыстные цели, движет то, что люди уважают и предлагают им быть депутатами, то есть это как бы, наверное, это и моральное удовлетворение все-таки присутствует, да, все-таки, когда ты уважаемый в этой среде, то ли в коллективе и среди людей там, во дворах, вот, это очень важная же составляющая, вот. Ну и второе, значит, как правило, это люди беспокойны в плане, ну, нетерпимости вот к тому, что не так делается, будем так говорить, и попытка что-то изменить. Не все получается, далеко не все, но желание изменить и поучаствовать в этих изменениях, наверное, вот это и движет людьми, и ребята идут как бы участвовать. Вот это непонимание иногда, то есть человек предлагает ту или иную идею, его не понимают, ну, видят, то есть предложение не воспринимается, это вызывает как бы беспокойство, недовольтворение, вот. Многие вопросы, вот, благоустройство, причем ставятся, ну, так, с болью в сердце, что, вот, допустим, там-то люди живут, депутаты живут среди людей, и когда им высказывают, и эту боль они пытаются привнести сюда на заседание Думы, и это не воспринимается, это, в общем-то, так, довольно сложно понимается. И если раз, два, так, три, и, конечно, уже человек начинает покидать чувство уверенности, да, в этом, о том, что что-то может сделать. Ну, к счастью сказать, что пока у нас вот таких явных перегибов нет, все-таки, как правило, находит отзывы, вот эти все эти просьбы, хотя далеко не все, конечно, все делается. Ну, откровенно говоря, ну, сейчас дело праздничное, как бы, да, вот, 25 лет, но все-таки недостаток, как и все, очень много. То есть, как бы, уповать на лаврах еще рано очень, поэтому делать, к сожалению, надо более быстро, более качественно, значит. А часто спорите вообще? Ну, вот, я вот знаю, что появилась, кстати, есть такая, ну, она, как сегодня называется, наверное, оппозиционная газета «Что делать», да, вот. Там даже один товарищ, тоже довольно известный, высказался о том, что сегодня, думаю, превратились в придатки администрации. Ну, не знаю, может, это с его точки зрения, я даже не буду называть фамилию этого человека, он достаточно известный. Вот, но я скажу, что, вот, как хотели бы некоторые, чтобы, так сказать, и доходило до кулачных боев, у нас такого, к счастью, нет. Значит, и нет таких, ну, споров, чтобы человек мог кто-то обозвать кого-то, у нас и такого нет, конечно. Мы всегда, ну, вообще, желательно, чтобы находился какой-то консенсус, да, как говорят сейчас, вот, или, ну, диалог между исполнительной и законодательной властью. Но мы, как правило, находим его, потому что все вопросы, которые вносятся на обсуждение, обсуждаются на комиссиях. Комиссия проходит, ну, как правило, все из состава комиссии, у нас вот пять этих комиссий, там без прессы, без телевидения, более свободно люди себя чувствуют, задают вопросы самые разные. И когда все, что накипело, уже было высказано, приходим на Думу, ну, собственно, как правило, уже вопрос почти готовый. Поэтому мы часто очень единогласно голосуем. Ну, очень часто, да, иногда, конечно, есть противоречия. Ну, таких вот явных противоречий не возникает, потому что оно все уже как бы переваривается до того. Ну, это, прежде всего, ответственность, моральная ответственность, потому что, как правило, это люди совестливые, в депутатах состоят, так сказать. И, конечно, когда не выполняются просьбы, требования избирателей, конечно, это очень-то, ну, и болезненно воспринимается и депутатам, ну, и, в общем-то, человек чувствует себя не очень, как бы, комфортно, когда это происходит. Вот. А ответственность перед избирателями, ну, она практически присутствует постоянно, поскольку депутаты живут в этой же среде, среди людей. И это, может быть, не обязательно, чтобы это официальные встречи какие-то были. Вот так в разговоре, там, во дворе, где-то, значит, пообщался, человек тебе выскажет или высказывает что-то. И, как правило, ну, любой из нас это воспринимает и пытается, ну, как-то повлиять на эти события. Вот. Это, в общем-то... То есть, вот этой заорганизованности в этом случае, вот, я не вижу сейчас, чтобы это было вот все официально. Ну, у нас существуют и приемы, хотя они очень часто, прямо, скажем, на приемы люди идут. Ну, по многим, по некоторым причинам, я думаю, потому что считают все-таки, что если идти на прием, то надо идти уж прямо или к главе администрации, или к главе города. Вот. Многие так считают. Но, тем не менее, приходят и со своими вопросами. Вот. А чаще это просто быту встречи. Вплоть до того, что на рыбалке обсуждаются эти вопросы, поскольку там вообще свободная обстановка, ну, они люди-то высказывают, они живые люди, высказывают свои, значит, какое-то негодование, может, или даже претензии. Вот. А потом это переносится уже вот в официальный, так сказать, порядок. Есть в Думе депутаты-стажисты. Сергей Валентинович Крылов, возглавляющий депутатскую комиссию по городскому хозяйству, а всего постоянных думских комиссий пять, избран в законодательный орган города в третий раз. По Думе предложили мне, как человеку, знакомому с коммунальным хозяйством, с городом, вообще с городскими проблемами, с путями их решения, вот возглавить мне эту комиссию. И с 2010 года второй созыв уже. Работаю председателем комиссии по городскому хозяйству. Сама, которая работает с 2015 года, у меня есть с чем сравнивать, потому что это уже третий мой созыв. Наверное, она сама такая работоспособна. Сюда пришли люди и молодые, в общем-то, и умудренные опытом. Те, которые знают, те, которые умеют, те, кто хочет работать для нашего города. Причем вот этот состав, думаю, он такой достаточно разноплановый. Здесь есть работники бюджетной сферы, есть производственники, есть индивидуальные предприниматели. То есть работать достаточно просто, потому что можно всегда посоветоваться, позвонить, получить какую-то консультацию, помощь реальную. Меня, например, выдвигали жители моего района. Просто пришли и попросили. У вас есть опыт, давайте что-то попробуем сделать. И в Первой Думе нас, единомышленников, было, конечно, много, но, допустим, членов партии «Единой России» было всего двое. Я и Федор Фигерисанович. Вместе с нами был еще, так сказать, независимый один кандидат, Белобородов Федор Николаевич, который помогал нам, он как юрист, в общем-то, работать. Ну а вот со временем так получило какое-то развитие, и все больше приходит молодых работать. Например, вот в последний созыв пришел работать Роман Госарев. Сейчас пришел работать в администрацию. Он просто вот пришел, да, я хочу работать. Поэтому, ну, все вообще объединят, наверное, то, что все хотят добра нашему городу, чтобы город жил как можно лучше, и стараются приложить все свои усилия вот на этом поприще. Чувствуешь удовлетворение от того, что вот то, что задумали, сделали, причем коллектив Думы непосредственно принимает участие в реализации этих планов. Ну, в основном, не скрою, что это благоустройство, допустим, благоустройство, аллеи Победы, благоустройство, набережная в свое время была. То есть там отработали достаточно много и качественно, и хорошо. Ну и хочется еще вот видеть, что действительно можем все вместе что-то сделать, создавать какие-то новые проекты, претворять жизнь совместными усилиями. Значимые проекты, они начались вот при работе, наверное, в последней Думе. Изменилась, наверное, политика государства в части финансирования. Не секрет, что бюджет у нас дефицитный, денег на все не хватает. А сейчас все-таки государство стало выделять деньги на софинансирование, на различные проекты. Поэтому, наверное, вот самый первый, самый значимый, который показал, что мы можем многое сделать, это все-таки набережная реки Кострому. Ну и в этом году еще голосование произошло. То есть перспективы развития города есть, так или иначе. Есть молодые кадры, есть молодые ребята, которые с удовольствием приходят. Молодежный совет, ребята с молодежного центра. То есть молодцы, всем спасибо. Второй созыв в Думе работает депутат Оксана Комиссарова. Оксана Анатольевна возглавляет постоянную комиссию по экономике, бюджету и местным налогам. Конечно, мне предложили. Бакана Верина Николаевна мне позвонила и предложила попробовать себя в качестве народного избранника и в качестве человека, который может послужить людям. Но я не скажу, что я сразу согласилась. Я так долго сомневалась, долго очень сопротивлялась этому, но в конце концов согласилась. И довольно-таки успешно прошла, что на первых выборах, что на вторых. Вообще сейчас задача трудная, и она по всему городу, но только по моему округу это мусор. С этим вопросом люди подходят ко мне ежедневно, особенно зимой, когда у нас контейнерные площадки были, ну так мягко сказать, не очень оборудованные. И людям приходилось даже физическое усилие прикладывать, чтобы выбросить мусор. Вот этот вот очень большой вопрос. Второй большой вопрос в моем районе, у меня в основном многоквартирные дома, это содержание тротуаров. Содержание тротуаров по улице 10-й годовщины октября, по улице Октябрьской революции. Тротуар, если стоять в сторону центра, то это левый тротуар. Содержание дворов. Не все вовремя успели подать заявки в программу, чтобы войти в программу по благоустройству дворов. Вот эти вот самые главные, наверное, вопросы. Ну, есть вопросы к управляющим компаниям, но мы решаем это все рабочим порядком, как с управляющим компанией, так и с старшим по домам. Ну, вот в основном такие вот вопросы бытового характера. Ну, и, конечно, дороги. На Ваш взгляд, вообще быть депутатом это трудно? Это много отнимает времени и сил? Это отнимает очень много времени, и это трудно даже не столько физически, сколько морально. Потому что депутат, немножко понятие у нас утрированное о депутатстве, и вот люди считают, что если депутат, значит, это завхоз. Ну, так вот, в общем, понимание этого слова, то есть должен смотреть и за порядком, и там какие-то бытовые проблемы решать граждан, и помогать чуть ли не материально. Но депутат это далеко не завхоз, мы такие же люди, мы все неосвобожденные люди. Понимаю, может, ну, там есть освобожденные депутаты, и вообще отношение к депутатам, как и к чиновникам, наверное, повсеместно оно какое-то, ну, неправильное. Оно неправильное, оно, большинство, потребительское, поэтому депутатам тяжело быть морально. А зачем этим заниматься? Ну, вот, я, наверное, так думаю, что есть у меня на это силы, есть у меня на это какие-то возможности. Я всю жизнь прожила в этом городе, и готова для этого города работать. Мое рабочее место связано со служением людям, и почему бы себя не попробовать в другом месте. Но депутат это, кроме всего прочего, это еще и законотворец в определенном смысле этого слова. Чтобы сделать наш город чуть-чуть лучше, почему бы свои силы не приложить. Как часто спорите вы на доме? Очень часто. Очень часто, и мы спорим не на доме, а на заседаниях комиссии, но каждый из нас общая личность, и мы имеем свою точку зрения, и не боимся ее отстаивать. Насчет всего, особенно, что касается благоустройства, что касается каких-то затратных мероприятий, что касается изменения условий жизни жителей, мы, да не то, что мы не споримся в основном, но высказываем свою точку зрения, и само заседание дома – это уже конечный результат, когда мы уже все споры отложены, все эмоции улеглись, и здесь мы уже принимаем готовые решения, которые даже зачастую отличаются от предложенного нам проекта. Мы все единомышленники. Кто-то уже второй срок, а кто-то первый. Но мы все понимаем друг друга, и все понимаем, что это надо для нашего города, и в существующих реальных условиях надо выбрать лучшее. Хотелось бы, конечно, молодой крови, в хорошем понимании этого слова, вообще молодых мыслей, молодых идей, и времени нам не хватает. Мы все занятые люди, мы все почти руководители предприятий, и нам не хватает, я считаю, только времени. Каждый созыв в Думе появляются новые люди, которых граждане выбирают для представления интересов населения какого-либо территориального округа. Первый созыв в Думе работает Владимир Шашура. Владимир Викторович возглавляет комиссию по принятию нормативных актов. Еще полтора года осталось нам в этой Думе работать на депутатство. Это очень большая ответственность любого депутата, который был избран перед теми гражданами, которые голосовали за нас. А почему вы решили стать депутатом? Понимаете, это очень сложный вопрос, почему я стал. Я ни разу никогда никуда не баллотировался, не избирался, ни в партии не состоял. Как-то я дистанцировался от этого. А побудило стать депутатом именно различные точки зрения на то, каким образом действуют у нас депутаты, что делает администрация для города. Разные точки зрения имеются. Кто-то говорит, что ничего не делают для благосостояния города. Поэтому я решил окунуться в это, посмотреть изнутри, на самом деле, как руководство города, как администрация работает, что я могу для этого сделать, какая моя помощь, может быть, будет актуальной, чтобы город наш стал все-таки красивее и процветающим. Вот это меня подвигнуло посмотреть изнутри, на самом деле, как люди работают и как во благо города работает администрация наша. Потому что я еще раз говорю, разные точки зрения бывали и в прессе, и на телевидении. Кто-то негативно относился. Хотел проверить, на самом деле это так или нет. И как же? По крайней мере, тот депутатский корпус и администрация, которые многие вопросы выносят нам на комиссии или на Думу выносят вопросы. Я чувствую за это время, что 3,5 года уже в Думе, чувствую, что заинтересованность у людей, которые стоят во главе города, у депутатов, очень большая, чтобы город сделать именно чище, чтобы людям жилось комфортнее. Просто не хватает финансирования во многих случаях. А это интерпретирует таким образом, что некоторые СМИ, я еще раз обращу внимание, или даже и в выражениях отдельных граждан, они говорят о том, что якобы плохо работает и Дума, и администрация, хотя это не так. А много вообще обращений от граждан? Да, обращения есть, но ведь обращения в основном сводятся к тому, вот сделайте для нас, а мы ничего не хотим вкладывать. Вот вы избраны, там или администрация есть, вот, пожалуйста, мы хотим то-то, 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 а сделайте это хорошо. А ведь если встречного нету интереса, если нет встречной поддержки со стороны граждан, со стороны лиц, которые управляют домами, там, ТСЖ, старшие по домам, если нет от них никакой инициативы и поддержки, то очень трудно, с учетом нашего финансирования в администрации, что финансирование идет в города, очень трудно что-то сделать реально, хотя все делается по мере возможностей. А там уже состоится диалог такой? Естественно, потому что у нас, видимо, уже привыкли многие граждане к тому, что им что-то должны дать, а они ничего не должны вкладывать в это. А здесь должно быть обоюдное. Администрация и так финансирует же, но если есть со стороны жителей, вот в частности, под придомовым территорием, но администрация же полностью не может взять это на себя. Если жильцы вкладывают свою часть средств, администрация финансирует и приводит домовые территории, даже это частный пример, в частности. Дума – это законодательная власть. И многие вопросы, которые выносятся на Думу со стороны администрации по принятию каких-то законов, они сначала рассматриваются на комиссии. Ведь в Думе уже вопрос фактически исследован со всех сторон. В основном работа идет в комиссиях, в депутатских комиссиях, где мы подробно, когда выходят с каким-то законопроектом, предложением какой-то законодательной инициативы, мы рассматриваем это на комиссии. И все вопросы там уже, какие-то недоработки, что-то дорабатывают, обратно возвращаемся. И уже на Думу выносится готовый документ. А вот комиссия данная как раз и старается проверить или проверяет соответствие тех законодательных инициатив, которые заложены со стороны администрации, например, или со стороны других инициативных групп, в соответствии с законом. То есть, соответствует это федеральным законам, законам Костромской области, тогда принимаем. Вот это основная работа комиссии нашей. Да, это отнимает много времени, я согласен, потому что у меня основная работа еще есть. Но споры, естественно, бывают, потому что среди депутатов, ну, в основном, руководители, люди со своей жизненной позицией, кто-то специалист в одной сфере, кто-то в другой сфере. Естественно, мы прислушаемся к этому, к тому человеку, который знает вопрос лучше. Ну, среди депутатов. Там же люди разных направлений, разное образование. Естественно, если правовый вопрос, то ко мне прислушивается. Если какой-то хозяйственный вопрос, прислушивается хозяйственникам. Наверное, Дума – это как раз вот те службы, которые в городе есть. Потому что представители разные есть у нас, и коммунальники, еще раз говорю, и предприниматели, и производственники. То есть, работая все вместе над какой-то единой поставленной задачей, мы все сможем сделать. Поэтому поддержка она есть. Поддержка есть от руководителей предприятий. Просто можно позвонить кому-то, попросить. И в меру сил все помогают, стараются что-то сделать. Всем спасибо. Ну, еще отметить 25 лет без всяких изменений. Крупных потрясений, я имею в виду. Ну, что пожелать? Так же, чтобы продолжали работать, так же, плодотворно. Вообще, я хочу пожелать и депутатам, и жителям города в первую очередь это стабильности, это взаимопонимание, это уверенности в завтрашнем дне, огромного здоровья. Вместе мы постараемся сделать наш город лучше, несмотря ни на что. Уважаемые жители города, уважаемые депутаты всех созывов, начиная с первого созыва, это 1994 год, значит, непростое было время. Оно, собственно, и сейчас, не скажу, что простое, но в то время это как бы возрождение, восстановление того предшествующего опыта, то есть местного самоправления. И, ну, надо сказать, что, на мой взгляд, и в то время депутаты с честью вышли из этого, то есть были созданы необходимые правовые, так сказать, нормы. И продолжатели вот все эти созывы, ну, в общем-то, депутаты действовали как бы в рамках закона, и я думаю, что, в общем-то, свое звание не уронили за это время. Поэтому я поздравляю всех, кто в начале пути был, всех, кто работает сегодня, всех, кто обеспечивает работу Думы. У нас там есть два специалиста, которые, ну, в общем, грамотно обеспечивают работу, подготовку, координацию работы Думы. Поэтому я поздравляю с этой датой. Эта дата достаточно серьезная. Четверть века – это непросто так сказать. Так что благодарю всех. Субтитры сделал DimaTorzok